Посоветуйте российскому протесту эффективные методы, методы борьбы для победы над режимом. Как это, значит, посоветуйте взять платочек, и так синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Это посоветуйте, значит, вот так. Звучит легко, как крылья бабочки, бутерфляй такая летит. Посоветуйте, посоветуйте. Ну, во-первых, он же серьезный человек, и должен понимать, что, ну, наверное, все-таки вменяемый, должен понимать, что ситуация эта очень серьезная, страшная, кровавая, опасная, репрессивная. И вот что-нибудь посоветуйте. У меня на сотни тысяч людей, на миллионы эфир, и его прежде всего смотрят не те, кто должны смотреть, то есть как бы приличные люди, в том числе из так называемого протеста, а больше, я думаю, что смотрят даже, больше внимательнее смотрят даже надзорные и чекистские и прочие, потому что они, конечно, не сильно интеллектуальные, но, по-моему, в протесте еще больше и кретины. И поэтому вот эти в органах, я думаю, что это интуитивно, думаю, что они даже внимательнее смотрят мои эфиры, чем эти придурки, значит, бегающие, вот. И поэтому советовать, как открыто советовать, это выдать оппоненту все военные секреты. Но, вообще-то, это надо как-то сделать, вот это все организовать, потому что страна-то, ну, деградирует, и это опасно, это не пустые, это не поэтическая метафора, это очень опасно, уже дошло до крайностей. И здесь, ну, смотрите, вот этот вопрос, да, он, мне кажется, предполагает, он предполагает некое еще и право, да, не только интеллектуально-нравственное, но и техническое. Собственно, меня же никто не уполномочил вот так вот давать советы всему протесту или как-то, как бороться с режимом и что делать, а это же надо делать серьезно. Поэтому у меня есть четкие не советы, это советы, знаете, уже были советы, их надо было похоронить и Нюрнберг устроить над советами 70 лет, то, что были. А есть четкие даже не рекомендации, а то, как надо действовать, просто как надо действовать. Но для этого как минимум нужно, чтобы у меня были некие полномочия, чтобы, когда я все это заявлял, чтобы это было не впустую, и не только чтобы услышали оппонента, а услышали и воспользовались те, кто нужно, но чтобы они это послушали. И тут же, и идеально точно, потому что если не точность, помните, это как вот выбросить вещь, да, если вы не точно используете, если вы инструкцию неправильно читаете. И поэтому я могу предложить только следующее, это малореалистично, но мое дело предложить, а вы как хотите. Пусть на всех сайтах всех наших политических, псевдополитических объединений, как бы оппозиционных, как бы протестных, справа налево, в центре, где угодно, напишут на сайтах, официальных сайтах, официальное руководство, что они, значит, готовы выслушать, принять, и самое важное, исполнить все мои вот эти рекомендации, весь мой план действий. То есть вот все, что реально оппозиционно, я не беру тех, которые на бюджете сидят там, вот в Думе, это несерьезно, а вот как бы те, кто реально вроде бы против режима, и пусть на всех сайтах, да, только не то, что 2-3, а вот на всех обратятся, обратятся. Действительно, вот вы военный историк, вы вообще историк, вы никогда не ошибались, никогда не ошибался ни в прогнозах политических, ни международных, ни внутри страны, вы единственные, кто предсказали то-то, тот, это проверено, так сказать, проверено временем, и вот мы готовы, мы созрели нашу глупость, дурость, чванство, зависть побороть и послушать. Значит, это, конечно, все такие нереальные вещи, потому что глупость, чванство и зависть, оно не оборимое, они будут поэтому всегда под Путиным жить, вот, но мое дело, так сказать, предложить. И если вот будет такая очень серьезная инициатива и тотальная, то я готов, все равно их выбора-то потом не будет, да, это к этому придут, но уже придут, когда совсем, и сейчас тоже совсем, вот, а так выдавать, чтобы через 20 минут там все уже прикрыли, а эти, эти, кому надо, не послушают, а кому не надо, все услышать, ну, что это такое будет. Так, давай дальше. Спасибо. 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 Спасибо.